Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня у нас творческая встреча с автором выставки «Цветное прикосновение» Джудзин Сюни и его преподавателем Ковтуном Виктором Ивановичем, главой Харьковского деления Союза художников Украины. Напоминаю, что формат нашего разговора диалог, поэтому если у вас будут какие-то возникать вопросы к нашим гостям, я думаю, они с удовольствием будут отвечать. Ну, а мы поговорим о выставке, о творчестве, о планах, о том, что же сбылось. Джудзин, первый вопрос я себе позволю тебе вам задам. Какие у тебя ощущения от твоей первой персональной выставки? Ощущения? Что-то поменялось у тебя в чувствах, в голове? В смысле? Ну, я по-моему сегодня немножко болею. Ну, тихонько говорит, всех слушает. Да, мне не надо говорить. Ну, я хотел, как сказать, после этой выставки попробовать что-то новое начинать. Что-то новое. Это чудесно. Я тебе желаю, чтобы у тебя получилось, чтобы было вдохновение. Это выставка. Как я оставляю мои вопросы. И сейчас я еще буду работать в стиле или творчестве. Виктор Иванович, у вас несметное количество студентов. Чем отличается джу? Потому что, действительно, только бакалавр закончил, только в магистратуру поступает, как еще все впереди. Ну, и, в общем-то, зрители видят, почему. Но, что вы, как преподаватель, какие качества джу было? Это выделили как совет молодым художникам. Ну, в магистратуру он уже поступил. Уже через полгода закрыта магистрской работы. Я категорически прочил высказывания Гоносского, что работы сырые. Я не буду назвать фамилию двух еще живущих народных художников СССР. На очень серьезной выставке в Москве. Один говорит Винтаева. Работа красивая, Винтаева написана. В его духе потом не маленький размер, а такой до двух метров. Лошадка стоит, окошко горит. Юрий Николаевич, ну, надо было бы ее дописать, а второй походите в резкой форме. Вот будешь его слушать и будешь таким сухарем, как он. Вот твоя выставка ценная чем? Она так и называется «Колеровый дотык». Вот я сразу вспомню. А сейчас только закончилось совещание по юбилею Репина. Могу сказать, что я обязательно его приведу к вам. На юбилей Репина прилетит ректор Харбинского художественного института имени Репина. Поэтому обязательно вот этот ролик надо будет включить ему. И я думаю, я его говорю, что вот это все напечатано в Китае. Это очень серьезно. Поэтому вот он такой есть, его никто не ломает, ломать не надо. Вот его первое впечатление на то, что есть на холстах, вот оно потом и остается большой работой. Я вспоминал еще художественное училище, когда мои еще педои говорили. Вот когда вот такой этюд, это громадная проблема с него сделать вот такой, и чтобы было то же состояние, что он маленький. Вот ценность его в том, как молодого уже художника, то, что то, что он делает в самом начале, он умеет перенести на большой холст. И как раз вот той засушенности, о которой я говорю, в кафедре нету и не надо. А ты это уходи, иначе будет просто, есть такое слово, художественный салон. На покупателя не надо, а то не убивай у себя то, что есть у тебя. Поэтому у тебя все это очень хорошее. И в прошлом году, когда открывали этот в Харбине художественный институт Репина, ну помещение довольно большое, центр современной живописи в Харбине, ну ни много, ни мало, 18 тысяч квадратных метров. Вдумайтесь, объем. Мы все на Украине, что у нас есть, с подвалами все музеи художественного салона берем, мы и половины не берем. Поэтому в Китае к реалистичному искусству, особенно к Репину, очень серьезно относятся. Поэтому вот на юбилей Репина, всех, которые твои коллеги здесь есть, как разно вышло так, что вы попадаете, все 5 августа Репина будет юбилей. Поэтому много будет и выставок, в том числе и будет международная выставка в Союзе. Поэтому 15 июля открытие такой выставки. Ну в начале июля будет выставка, поэтому я думаю, тоже какую-то из твоих работ мы отберем на эту выставку, она обязательно будет там. Поэтому вот сразу, когда сюда заходишь, и вот я же вижу по реакции коллег-художников, что ты не скажешь, что это работа студента, не скажешь, что это работа молодого художника. И очень цельно, я говорю на открытие, то, что он не делает что-то, как китайский художник видит, а он его убирает то лучшее, что есть пейзажи слабожанщины наших коллег, предшественникам наших. Это здесь все это сказано. Это все здесь как раз очень красиво и убедительно показывают. Я знаю, что вы очень серьезно сотрудничаете с Китаем. Расскажите немножко о достижениях. Ну там не Лена, вопрос нас задает. Расскажите о Китае. Там Китай рассказывает до бесконечности. Да, я серьезно сотрудничаю. Там два художественных вуза в Китае, которые носят имя Репина. В одном я почетный ректор, одном почетный профессор. Поэтому я в Китае бываю постоянно. И в дальнейшем, я думаю, что у нас китайцев будет намного-намного больше. Уже несколько вузов изъявили в Китае. Мы не можем принять с кем фразу 24 студента. А уже есть такое решение правительства Китая, что именно в мастерскую сюжетно-тематической картины ежегодно направлять на магистрское образование 24 студента. Это у нас надо на втором этаже в Академии все аудитории закрыть, а да только китайцы. К сожалению. К сожалению. Поэтому, вот еще раз говорю, что у нас очень серьезное отношение к Репина, к той школе, которая есть. И именно к школе живописи. Поэтому в дальнейшем эти вот отношения будут только увеличиться. Я принесу не один кота, только в Китае издан. Это тоже в Китае издан. Вот именно моих персональных выставок в Китае, чтобы хотя бы. Хотя бы я принесу это, но убедительно, когда это напечатано. А как вам на ваши ощущения отношения, может быть взгляд, отличается украинцев наших студентов от китайских китайцев? Нет, я думаю, не отличается ничем. Они хорошие видят все сами. Их же никто всегда не заставляет насильно ехать. Будем так говорить. Поэтому вот я всегда в Китае, говорю, как к Мао Цзэдун, они относятся, так вот они относятся и к Репине. Вот что-то на таком высоком государственном уровне. У нас, к сожалению, нет даже на государственном уровне до сих пор организационного комитета по Юге. Ответ на вопрос. Поэтому свое надо знать, уважать. А Репина – это для нас все. Из этого можно такой бренд сделать. Сейчас как раз выступала мэр Чугу. Мы говорим, у нас даже нет путеводителя серьезного по Чугу. Нет, вот то, что можно подарить. Вот красивая печатная продукция. Как раз группа там почетных граждан Харьковской области, мы выступили с тем, чтобы стипендию, которую дает государство, под это звание, вот как раз дать эти деньги на издание такого букета. Поэтому я думаю, к юбилею что-то серьезное будет издано. Что Репин же не просто вот проезжал в Чугуев, а он Чугуев сравнил с Римом, с Италией. Небо Чугуевское сравнил с Италией. Это же очень серьезно. Поэтому надо об этом помнить. Я уже говорил, вот как раз в начале нашей встречи, что на кафедре рисунка есть двойная мужская обнаженка, на кафедре рисунка в Академии дизайна и искусств. Третий курс Репина – академическая постановка. Уже только эту работу одну можно здесь выставить. И только сделать хорошую рекламу, будет очередь стоять посмотреть. Я думаю, мы это осуществим, этот проект. Вот на предыдущей Репина была большая выставка в Финляндии и небольшой. Людмила Васильевна, пусть к нам придет. Вот кто о Репине к нам? Людмила Васильевна. Да, Людмила Васильевна. Присаживайтесь, пожалуйста. Не, 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 Людмила Васильевна. Газина на дворянке. Хорошо. Поэтому вот каждый год на день рождения Репина, Людмила Васильевна с Леонидом Ивановичем, Агилу. В Киеве, да? На задании. На задании, да? И в нашем издании, в двухтомниках, мы впервые, вот Репина и Семирадского, помирили спустя сколько-сколько лет. И вот Репин назвал богом света Куинджи. И вот спустя сто лет, Людмила Васильевна мы должны делать там. Вот я думаю, что надо как раз нашу юному коллеге сделать у вас там выставку. И вот тоже будет это неплохо. Может даже к юбилею Репина запланировать. У нас, кстати, на ночь музеев, год который прошел, такая интересная группа из Китая певцов была с такими голосами. Я сама удивилась. Приветствовали на ночь музеев зрителей. Просто уникальные ребята. Просто на юбиле Репина я уже об этом говорил в начале, что прилетает рельеф Харпинского художественного института имени Репина. Вот как раз мы отрисуем на нем. В Киеве я знаю несколько, это получится. Джу, ты говорил о том, что хотел бы поискать что-то новое. Есть уже какие-то мысли? Может быть какие-то авторы, которые тебя заинтересовали? Может быть какие-то выставки? Может быть харьковчане художники? Что тебя интересует? Ну, мы ждем твоих новых работ, Людмила Васильевна. Я вам благодарна, что вы к нам. Она везде существует. Молоденько. Вы уже заходили на выставку? Я вот только подошла. Я только видела анонсы этой выставки. И знаю, что учеников, с которыми Виктор Иванович бы рискнул вместе проводить вечер, встречи творческой, ну, достаточно мало. Поэтому, раз это состоялось, значит, учитель очень ценит своего ученика. И это, ну, я помню, как он гордился, когда появились из Китайской народной республики студенты, что расширяется, это, ну, известность Харькова в мире, что ребята несут о Харькове какой-то лучик добра, да, если к ним тут по-доброму относятся. Ну, и, на самом деле, то, что сюда, ну, начали приезжать оттуда студенты, говорит о том, что Харьковская художественная школа достаточно серьезная. Мало того, там Виктора Ивановича уже узнали. Он уже там был с несколькими выставками. Я хочу сказать, что вы же знаете, что послом в Китае харьковчане, да, долгие годы, Демин Олег Алексеевич, за эти годы мы еще к одному проекту по Шевченко, музей, национальный музей Шевченко, открыли там музей Шевченко и очень тесные связи сейчас в Украине с Китаем по Шевченковскому направлению. И если такие же тесные связи будут по Лепинскому направлению, по классическому так называемому, да, искусству, как Виктор Иванович подчеркивает, что современное искусство, оно все равно должно базироваться. Сначала студенты должны познать классику, они должны сначала изучить рисунок его основы, да, основы живописи, основы композиции, и только после этого может родиться квадрат Малевича, но никак не наоборот. Поэтому то, что сегодня вот это классическое искусство, его школа, которой привержен Харьков, исторически привержен, мне кажется, это очень знаково для, ну скажем, серьезного отношения к живописи. Работы Виктор Иванович может оценить, наверное, больше всего, как педагог. Ну а мы, как зрители, можем только чувствами высказывать. У вас уже не зрители, вы слышите, какое мудрое выступление, поэтому пусть кто-то из искусствоведов скажет лучше. Так что это уже богатейший опыт и выслуживание. Уважаемые гости, если возникают какие-то вопросы к нашим гостям, пожалуйста, задавайте. Я предлагаю еще раз виртуально пройтись по выставке Дзэнсюля. Если сможешь, комментируй немножко от работы. Место, что ты хотел показать? Вот об этой работе, расскажи, пожалуйста, где ты ее писал? На работе писали на Журавлевке. На Журавлевке. Ты говорил, когда мы ходили на интервью для уважаемых гостей, расскажу, что Джу, в принципе, считает Журавлевку одним из любимых мест в Харькове, потому что там очень тихо, уединенно, красиво. И, в общем-то, здесь многие работы оттуда. Это где? Возле общежития. Возле общежития. Что я для себя отметила в работах Дзэнсюля, что настолько, казалось бы, простые места, несложные композиции, но он настолько их вкусно видит, настолько может показать живопись действительно настоящая, я желаю тебя ни в коем случае этого не терять. Это? Да, в Кирилловке. Там есть хатай, возле хатай. Тоже журавлевок. Это мы узнаем. Вечерний рынок в Кирилловке. Тебе понравилось в Кирилловке? Да, мне нравится. Тоже журавлевок. Если бы тебя попросили тремя словами описать Украину, какие бы ты три слова выбрал? Три. Ну, белая, а так красиво. Белая красота. Да. И нежность тоже. Нежность. И третья. И с хатай, как он. И сирене тоже. И сирене тоже. И сирене. Сирене. Чудесно. Спасибо большое. Это классно. Где эта находится? Тоже Кирилловка. Тоже Кирилловка. К сожалению, цвет, конечно, проектор не передает, как он есть на самом деле. Но у вас до субботы еще есть возможность оригинальные работы посмотреть. Все работы у нас есть в виртуальной галерее на сайте всех абсолютно выставок. И эти тоже вы можете показать их друзьям. А до 7 часов до субботы можете приглашать знакомых на выставку. А где в Китае вы живете? На севере. На севере. Я поняла. Поэтому море впечатляет, как Кирилловка. Где эта? То есть Журавлевка. То есть Журавлевка. Тоже Журавлевка. Вот. Опять же, на мой взгляд, это место... Потому что видно, как вам понравилось это место, на мой взгляд. Кстати, я очень мало харьковских художников. Видела работы именно Журавлевки. Очень мало. Неценная архитектура. И отношение к ней, к сожалению, не такое, как у Дзен-Сеу. У меня это тоже любимое место. Ну да, я согласна. Да, но вы с вами сегодняшельское. Сегодняшельское? Не признали. Ну да, вот я вижу, да. Да, вот сентяга где-то. Давно признали. Все же работы ты пишешь с натурой? С натурой. Дописываешь в мастерской или заканчиваешь на улице? Если не заканчиваю, я тоже на улице. Если я не буду в мастерской. Это где? Меловые карьеры. С садов. Харьковская область? Да. Это зимой? Да, зимой. Снег. Какие дела? Ага. Азовское море. Это... Суравлевка. Суравлевка. Суравлевка, осень. Это образ, да? Забы назвать. Это образ... Там... Полтавы. В зиме, в полтавы. Это теори. Академически на тюрьму. Это Кировка. Кириллова. Кирилловка. Кирилловка. Кирилловка, афиша. Наспечатлено, да. И, да. Это был возле академии. Угу. Улица искусств? Ну, рядом. Не знаю, как это называется. Я знаю. Это московское общество. Угу. Угу. По креировке. Угу. Тоже творчество. Политово. Политово. Это Кириловска. Чудесный пляж. Передано. Полтава. Это... Как называется? Ну, возле общакия. Угу. Тоже возле общакия. Возле общакия. Это... Там, где река Тайка. Угу. Угу. Урафтек. Божья хендер. Полтава. В центре, там, уголки, ураам. Жанра наносится. Это... Да, мастерская. Благодарю. Если есть вопросы, задавайте. А я предлагаю посмотреть, напомнить себе работы преподавателя Джу Виктора Ивановича. Получить немножко... Удовольствия. Морально. Извините. Так. Киев. Да. Сейчас мы попробуем сделать. Немножко. Ну, ну, а закрывать здесь лишнее. Так. Ну, к сожалению, просмотрщик уже немножко... Да, если можно, сейчас другой просмотрщик включим. Виктор Иванович, а сейчас вы пишите? Вот это? Да. Ну, вот. Интересно. Тоже. Киев. Виктор Иванович, а сейчас вы пишите? Вот. Ну, как в 7 утра в мастерской каждое утро. Раньше. Раньше даже. Раньше даже, да? Раньше. Какие на данную работу уже 15 лет больше? У нас, я очень люблю Виктора Ивановича цветы. Морты, цветы. Я не знаю, у каждого свое, да? Любимое место у художника. И у меня дома подснежники. Не то. Не то. Дома. Дома. В Киеве дома. Хризантемы. В Харькове. Васильки. Очень эмоциональные, очень колонистичные. Ну, правда? Виктор Иванович. Да, я тоже. Мне он тоже очень нравится. Виктор Иванович, я надеюсь, что когда-нибудь вы согласитесь на выставке у нас тоже. Есть свои персональные. Виктор Иванович. Виктор Иванович. Ну, это да. Точно, что нужно 18 тысяч квадратов, как вы тут рассказывали. Вот подснежники, видите, у меня один из вариантов работы. Чудесный. У вас есть любимый жанр? Виктор Иванович. Откопили. Все. Нет. Вы очень, кстати, архитектурных пейзажей тоже очень много. Мне вот, честно говоря, больше нравятся архитектурные пейзажи. Мне прямо нравится. Это вот то, что любимое место художника. Да, но цветы тоже. Виктор Иванович есть пасхальные натюрмоты, уникальные. Да, целая серия. Да, целая серия. И мы когда-то их представляли в Киеве, они просто покорили зрителей. Вот здесь гуси, да, перед этим, а у нас есть куру. Черный. Черный, да. С кульской любви. Родина. Виктор Иванович. Виктор Иванович. Виктор Иванович. Виктор Иванович. Виктор Иванович. Уважаемые гости, которые подошли. И если есть вопросы к нашим гостям, пожалуйста, задавайте. Мы уже немножко пообщались, теперь получаем эстетическое удовольствие. Сейчас перейдем обратно. Разговорим, но тогда посмотрим. А вот так же. А вот так же. Да, конечно. Я, кстати, на ювелейной вашей выставке, мы взяли армудовство. А я, думаю, шаманы, папка, по-моему, через шутоку получать чуть-чуть задавшую. Работы. Работы здесь оставишь или домой повезешь, вот коллега спрашивает. Ответь честно. Домой. Пока не знаю. Пока не знали. Вообще сложно ввести столько. Тем более картонный. Нет, он вырубит. О, да. А какое выучили русский язык? О, выучили русский язык. Ну, столько раз. Скажай на первый год. Какой язык учил я? Нулевой курс. Первый курс. Первый курс. Учил язык. Понимаешь? До того, как учился. Ты китайский хочешь учить? Нет. Я просто спросила. А ты учишь язык язык язык? Ну, английский. А английский что? А английский неважно. Я японский учил. Японский еще знаю. Собираешься оставаться в Украине? Да. Я даже не слышал. Я никогда такого не знал. Не знал. Ну, прямо продолжим. Посмотрим. А на родину уже какие-то из работ вывозил? Домой работы возил. Да. Возил. Возил. Ну, и как относятся родня, друзья там? Нет. Ну, понравилось. Понравилось. Да. Не очень понимаю, но говорят красиво. Они не подумают. Джу рассказывал, что ходил на пленере дома тоже. И реалистическую живопись. Ну, то есть так же и писал и там. Ну, и в общем-то так. Говорят красиво, но не понимают. Первый день занятий стоит здоровенный чемодан в аудитории. Я его поднятию, он не поднимается. Он красок это скитает. Он красок привез. Вечером часов в девять вечера звонок его не пускают в академию. Что ты в это время добьешь? Вадим Бекокраски взят. Ну, дай в актеру трубку сейчас я объясню. Так что он красок привез чемодан. Сколько приблизительно времени тратишь на живопись в день? Ну, по разным картинам. Ну, в среднем. Постегаем. Улыбня точно надо поставить, да. Любимые жанры это пейзаж, да? Да, не знаю, что картинка. Ну, вот я вижу жанры. А сейчас эскизы интереснее вчера показалась. Ну, я спросила любимый, а не то, что… Это умение. Ну, все. Да. Любимый пейзаж. Пейзаж. Сейчас. Вообще, на мой взгляд, у Джун очень поэтичное отношение вообще ко всему. Даже описание к дипломной работе произвело впечатление. Название для работ, которые придумывались, тоже Джун. Название выставки, тоже идея Джун. То есть очень поэтичный взгляд. Давай, давай, давай. А вы только маслом рисуете? Нет. Разные материалы. А вот еще что? Вот так часто? А я говорю, акварель и кардаш. Ну, а когда покажешь что-то? И маслом рисуете? Да, а когда покажешь что-то? Вот принес папочку, с папочкой бы пришел сюда. Ну, да. Ну, когда будешь готов, приходи. Будем ждать. Посмотрим дальше. Ну, это действительно все старые работы. Мы их в интернете уже собрали. Уважаемые гости, если есть вопросы, задавайте. Виктор Иванович, что бы Вы, как учитель, пожелали бы? Да я думаю, что он поедет в Харбин и будет преподавать и творчески работать. Там прекрасный город, прекрасная уже школа создана. Поэтому у него есть такой дат, показать, рассказать. Он терпеливый очень человек, это немаловажно. Мало того, тут нет у него работы. А все он любит очень животных. Вот когда он только появился в Мастерской, у него великолепные были эскизы с катами, да? Где тут эскизы? А то картина. Поэтому он любит животных, умеет, наброски умеет делать. Ну, и этюд это тоже очень важно. Взять состояние, это крайний колорит чувствование, крайне редкий, да, такой, который у него есть. Я вот на ответ я говорил, что из 21 года уже существования в Мастерской Трех уже студентов выделяют, один из них троих за 21 год, которые, я думаю, соедините творчество и педагогу в дальнейшем. Еще сделаем вместе выставку в Храбине и в Пекине. Ага, задавай. Где вы учились? Где вы учились? Где ты учился, расскажи. До Харькова, до Харькова. До Харькова, в Китае, вот расскажи, в Китае. В свой город, там есть в 20-й школе. А как они называются? Ши Бэйхун. Переводим. А когда у нас очень известный художник. Это имя художника. А с какого возраста вы рисуете? Вознебомния. Давай плюс минус. Приблизительно. Рисовара, какие-то 10 лет. Ну, начали учиться в 10 лет. Но я с детства уже сам рисовал. Учиться с 10 лет. Учиться с 10 лет. У Цзин Цюни дедушка нарисовал, познакомил с живописью дедушка. Мы написали, а мы там библиография. Есть вопросы? Здравствуйте. Еще? Ваши гостины. Скажите, а дедушка повлиял на технику вашего письма? Или это именно вами выбрана дедушка? Дедушка, внос вклад в образование ваше художественное? Повлиял на вас, как на художника дедушка? А, нет, нет. Нет. Это все здесь. Это я захотел. Дедушка таллиграфией занималась. Все понятно. Дедушка таллиграфией занималась. Понятно. Дедушка, я тебе желаю удачи. Я тебе желаю развиваться. Ни в коем случае не останавливаться. Сохранять то, что у тебя есть. Такое живописное, настоящее. Как всегда. Как всегда. Как всегда. Подарком. И, конечно же, быть известным художником. Найти себя. И наслаждаться тем, что ты делаешь. Виктор Иванович, вам я желаю, чтобы у вас таких студентов было побольше. Спасибо вам большое, что вы пришли. И не перебиваем. Да, я сделала Васильевна. Сейчас вот скажем. Да. Вы знаете, я сегодня шла на эту встречу. И вот думала, что же на память, да. Ну, о Харькове, о гостиной Творянской подарить. И пришла к выводу, что молодой художник, он работает в начале 21 века. И мне захотелось ему подарить художников начала 20 века. То есть вот сто лет назад, как воспринимали мир и писали художники. И лучше всего это показывает коллекция Ильи Яковлевича Лучковского, который вот Серебряный век, начало 20 века собирал. И когда-то мы издали такой альбом его коллекции, лучших 150 работ из этой коллекции, начало 20 века. Они все в Харькове? Они все в Харькове находятся. Сейчас в художественном музее находятся. Тут удивительные имена есть. Тут есть бубновый валет. Это такая, скажем, модернистская, да, на тот момент группа была художников в начале 20 века. Тут есть работы, ну, таких, может быть, известных в Харькове, как Серебрякова. Кстати, это единственный оригинал Серебряковской работы, которая есть теперь в художественном музее, а была в коллекции Ильи Яковлевича. И больше Серебряковой нет у нас в Харькове в фондах художественного музея. И вторую книгу – это мемуары Самокиша, тоже которого в Харькове любят чтят, который тоже преподавал в мастерскую вел в академии. То есть, может быть, как история педагогики, да, его восприятие. Жил на Дарвина, конючня была, лошадь водил в здании академии нынешней старой. Лошадь позировала, да. Да, и тут есть его интересные воспоминания. Книга издана к юбилею была Самокиша. Впервые с его рукописного варианта была сделана публикация. И она сейчас уже пользуется букинистическим спросом. То есть, редкое совсем издание, вот мы хотим передать. Ну и, Виктор Иванович, чтобы не обижались, вам тоже самое. Ну, спасибо. 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 Спасибо.